Декоративная штукатурка Нормальный декоративный бетон Он не такой Он обладает определенными свойствами Которые дают возможность Наносить определенную фактуру То есть из нормального бетона Можно сделать только бетон Всякие рельефные чудеса Из него не получаются Потому что по хорошему бетону Клейма должна скользить Но зато бетон из него получается Лофт из него получается на ура Как отличить нормальный бетон От ненормального Берем шпатель Погружаем в бетон и достаем Видно что шпатель Практически чистый По крайней мере на половину Бетон к нему не прилипает Видите Материал скользит по инструменту Вот это самое главное качество бетона Он не должен тянуться Есть двухслойное нанесение Трехслойное нанесение с рустами С какими-то объемными Дефектами Что мы будем делать Из этого бетона мы сделаем просто Обычную двухслойную фактуру С небольшими дырочками То есть то что чаще всего и делают из бетона Наносится он очень легко Говорю Кто-то хочет наверное попробовать Побольше Ваша задача просто закрыть Как шпатлёркой и закрыть стену Чтобы не было вот этих вот ямочек Вот как раз в ямочках весь фокус этого цемента Обратите внимание на кельму Кельма практически чистая То есть на ней нет наплывшего слоя Штукатурки Вся штукатурка, весь бетон остается на подружке Что происходит если мы берем И начинаем вот так вот вести кельму По какой-нибудь рельефной штукатурке Получается фактура которая Традиционно называется классикой Либо морозным узором То есть декоративка тащится за кельмой И получается вот такая вот Красивая но совсем не бетонная фактура То есть всякие вот эти завитушки Веселенькие Что мы видим здесь Мы тащим, материал за кельмой не идет Вот в этом фишка материала То есть он легко с одного раза позволяет Создать все вот эти вот Дырочки толщиной 5-6 мм Полосками Которые потом будут имитировать стыки между Плитами опалубки В которые бетон якобы заливали Вот и как бы Нижняя часть вот этих хрустов Она должна быть по цвету такой же как и верхняя То есть мы хрусты делаем на первом слое Потом наносим второй И этот скотч отрываем Получается нормальная густая Ну и потом еще сверлим вот эти вот дырочки классические Которые крепление имитирует Теперь создаем бетонную фактуру Вариантов много Вариант номер один Прикрепляем к кельму Создаем такую вот неровность И ее разглаживаем То есть вот в принципе уже какая-то там Оля бетон поверхность Можно создать Такого типа разбивку Можно добавить еще Медеяло 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 Продолжение следует...